Мы собрались сделать этот фильм, показать вам, насколько вот эта проблема для производителей спецтехники, она актуальна. Это высокопрочка, да? Это высокопрочка отечественная. МС-700? МС-700, да. Это мало того, что есть проблема пререзки, да? Есть проблема еще и с гибкой. Вот яркое представление, что есть листы, которые не испытывают термического воздействия. То есть вот это наш лист? Нет, это импортный. Китайский, да? Да. У шведской стали нет такого, она одного цвета прямо, и у нее все ровно. Если мы не будем покупать стали высокопрочные, то, соответственно, производитель, наверное, и не будет их производить. Имея запасы руды, угля, нефти и газа, вынуждены покупать за нефть и доллары китайскую сталь. За державу обидно. Константин Прова. Про технику, про предприятие, про людей. Добрый день. Это будет необычный выпуск. Я нахожусь в Нижнем Новгороде на заводе «Чайка-сервис». И этот видеообзор, он будет посвящен нашим отечественным высокопрочным сталям. Смотрите. Лист приподнимается. Оператор останавливает, ждет, пока остынет металл. Я понимаю, то есть у вас лазер получается со сменными столами. То есть в обычной ситуации, пока режет лазер, оператор может второй лист устанавливать, либо заготовки снимать. В данном случае оператор постоянно на контроле стоит и смотрит. И должен, если что, экстренно остановить. Должен экстренно остановить. Это вот наша сталь. Это наша сталь. ММК. Со шведской сталью такой проблем не было. Эта проблема выявляется с августа месяца, то есть с осени прошлого года. То есть проблема частая. То есть она может в партии нормально быть, а можно быть там тонну-два, две тонны быть в фраке. И плюс до августа месяца у нас было очень много шведского металла, который, к сожалению, сейчас кончился. То есть получается мало того, что есть проблема при резке, да? Есть проблема еще и с гибкой данный металл. А вот это металл прогревали, да? Это так называемая подлежалость. И в зависимости, видите, неравномерный нагрев как бы шел. В зависимости из-за этого гиб может быть в одном месте. Ровно прям по черпежу. То есть сколько задано параметр станка. Через метр может быть перегиб. Через два метра не догиб. Вот опять же в минус. Вот она идет в размере. В нулях. Оп, минус два. Минус три. Минус четыре. Минус четыре. И пошла в размер уже. А сколько вообще допускается? Есть какие-то допуски? Есть. Плюс-минус один. Плюс-минус один миллиметр вот на таком размере, да? Заметили одну странность. Вот как металл идет, вот волна, как будто он, ну, с завода вот идет. Видать ее? Вот. А, следы побежала, если имеешь в виду. Да, да, да. И в этих местах вот она играет, как кул. Либо перегибает, или не догибает. У шведской стали нет такого, она одного цвета прямо, и у нее все равно. То есть у нас как бы измерительная вот эта изиформ система, вот. Она меряет шести точку углы. Это вот то, что бегает, это что-то лазер, да? Вот. Где-то не догиб, а насчитывает, она сама корректирует по этим, по точкам, по шести. Вот. То есть данный лист уже видно, что у него не просто деформация. Винтом еще. У него еще и имеет скручивание, которое здесь можно продемонстрировать. Деталь довольно-таки небольшая, она чуть-чуть более метра. И она уже остыла, правильно? Она уже остыла, все, она вырезана была вчера, то есть прошли уже сутки. Шведский до этого был, даже с китайским не так. Он эластичный, он выгибает прямо гиб, гнет. А с этим, он тум-тум-тум, ступенями, он эластичный, сметую, поэтому и рвет. Китайский металл намного лучше себя ведет и на лазере, и на гибе. То есть таких проблем с китайским металлом у нас нет. Вот у нас так называемый изолятор брака, где находятся детали с отклонением, либо забракованные. Данные стрелы забракованы изгиб плоскостности до 12 миллиметров, так называемое скручивание детали. Это когда кладем на ровный стол 6-метровый, то она винтом идет. Один край прижат, а в другом зазор. Что остается? Остается китайская сталь. Причем по цене они значительно дешевле нашей российской, даже с условием доставки до Нижнего Новгорода. А по качеству очень близко к шведским сталям. И возникает вопрос из знаменитого фильма «За державу обидно», что мы вынуждены покупать высокопрочные стали, бронированные стали, износостойкие стали, либо в Швеции, либо в Китае. И тогда то, с чего мы начали, где идеология развития машиностроений и автомобилестроений в частности. И какое место здесь должна играть сталь, которая необходима и для гражданской продукции, и для военной. В заключение я хочу сказать, что я оптимист, я верю в наш народ, я верю в нашу страну, и победа будет за нами. То есть экономически расчет показал, что стоимость нашей стали, или изделий из нашей роскопрочной стали, дороже, чем из шведской или сегодня китайской стали. И мы сейчас, имея запасы руды, угля, нефти и газа, вынуждены покупать за нефть и доллары китайскую сталь. За державу обидно. Именно поэтому мы привлекли специалистов с политехнического института нашего Нижегородского, с которым вы чуть позже пообщаетесь. Мы переместились в Нижегородский государственный университет технический имени Алексеева. Это у нас Сергей и Максим. Ребятам «Чайка-сервис» передала экземпляры металла на исследование. Абсолютно верно. Мы представляем Нижегородский государственный технический университет, институт промышленных технологий и машиностроения. Меня зовут Мансаров Сергей, мой заместитель по научной деятельности Аносов Максим. Мы тесно сотрудничаем с компанией «Чайка-НМ». И в рамках сотрудничества была поставлена задача по исследованию материалов воскопрочных сталей. Были получены более 20 экземпляров образцов для проведения исследований. В настоящее время проведена разметка данных образцов и планируется проведение дальнейшего макро-микроанализа, определения химсостава изделия и выдачи рекомендаций по используемым сталей и мероприятий по их упрочнению. Как уже правильно было сказано, данная работа для нас уже знакома. Данную работу мы проводили совместно с предприятиями Нижегородской области в рамках импортозамещения сталей. В данном случае мы работали уже со сталью серии PowerWeld. Сейчас перед нами стоит задача, связанная с комплексной оценкой механических свойств металлопроката, которые нам необходимо исследовать в зависимости от толщины металлопроката. Будут проведены исследования, связанные с ударным изгибом образцов. Это очень информативный и очень тонкий метод, который показывает, с чем связаны механизмы разрушения данного материала. И можно предсказать сами механизмы разрушения. Хрупкие, вязкие. Хрупкий механизм, он очень опасен с точки зрения эксплуатации и фактически недопустим. Кроме того, мы предполагаем проведение исследований и при низких температурах. Данное исследование также для нас знакомо. Кроме этого, будут проводиться исследования экспериментальных образцов на растяжение, на удар и на усталость. То есть будет запланирована целая серия испытаний данных групп образцов из различного металлопроката высокопрочных сталей 700 и 900 мегапаскаль. Речь идет о сталях производителя Магнитогорский комбинат, Северсталь, потому что мы данные образцы уже исследовали. Также китайские аналоги и аналоги шведские. Ждем от вас исследования и надеемся, что эти исследования помогут и производителям металлопроката, но и как следствие производителям спецтехники в лице «Чайка-сервис» и других предприятий делать конкурентную продукцию, все-таки импортозамещать то, чего сейчас нет. Мы работаем на благо нашей промышленности, поэтому заинтересованы как нельзя более в ее развитии и в применении наших результатов в реальной работе предприятия, поэтому данная работа будет в кратчайшие сроки произведена. Друзья, мы переместились на Челябинский механический завод. Это Лисица Нанатолий. Всем привет. Главный технолог. Специально ради презентации положили те образцы, которые у нас четко показывают сегодняшнее качество материала. Полукороб стрелы еще в заготовке. В заготовке произведена термическая резка и уже на нижней стороне листа, когда мы переворачиваем ее перед операцией гибки, мы можем увидеть такие вещи, например, как расслоение. Часть фактуры листа просто отрывается. Это высокопрочка, да? Это высокопрочка отечественная. МС-700. МС-700, да. Где-то просто уже самого части материала изначально нет, она где-то отпала. Такие вещи мы выбраковываем и в конструкции они уже не могут быть использованы. Ключевые, наверное, отклонения, которые мы встречаем на российском листе, это первое, это неплоскостность. То есть в состоянии поставки есть искривление листа как в продольном направлении, так и в поперечном направлении. У нас есть операция листоправления, то есть мы на листоправильной установке правим, но иногда пружинение металла такое, что даже пройдя 3-4 этапа обработки, лист все равно уходит в выбраковку. Либо нам попадают настроечные листы, либо это просто брак прокатки. То есть мы не можем каждый лист переворачивать и осматривать. То есть мы его раскроили, отдробили, поправили, переворачивали, приготовили сгибки и увидели, что у него на обратной стороне листа отклонения. То есть, по сути, вы уже провели работу, затраты понесли и только потом выявили, да? Третье, это, наверное, тоже для нас очень ключевая особенность, это неправильное направление волокон. И практика и теория говорят о том, что направление волокон должно быть четко вдоль длины листа. То есть принципиально использовали и пробовали всех российских изготовителей, как высокопрочки, так и конструкционных стали. Отклонения, они у всех есть и они у всех одни и те же. Вопрос в том заключается, у кого это чаще встречается, у кого это реже встречается. Допустим, случай был вот буквально предыдущая неделя. Нарезали детали, идут стрелы и все пошли с отклонением. Принимаем решение, откладываем полностью партию листа, берем со следующей. Все происходит идеально. Один производитель, просто разные плавки. Разные плавки, разные прокатки и просто как небо и земля. Первая вся с отклонениями шла, погибки шли, проблемы. Берем следующую партию листа, все идеально. Были у нас за полгода представители всех комбинатов. НЛМК, Северсталь, Магнитогорск приезжали. Они пообещали, соответственно, меры принимать. Вопрос, вы сделали заготовку, выяснили, что это брак и что теперь с ним будет? Мы предъявляем, принимается решение о компенсации. Значит, мы данный лист уже в стрелу не используем. Мы его используем либо на вспомогательное производство, либо на мелкие детали. Но вот это уже окончательный брак. То есть вот эти детали в секцию стрелы не пойдут. Этап гибки заканчивается тем, что мы выкладываем готовые детали на плиту, на контрольную. Здесь на контрольной плите мы проверяем все длины полок и отклонения по геометрии. Вот отдельно выложили две ярких тоже детали. Здесь мы видим как раз дефект, который вскрывается при гибке. Это трещины по гибу. Значит, вот данную деталь мы проработали с производителем. вырезали образцы. Это им нужно для того, чтобы убедиться, почему произошло данное отклонение. Ну вот виды вот эти трещины, да? Да, да, да. То есть здесь относительно небольшой угол, относительно небольшое усилие. Здесь происходит уже, получается, расслоение металла вместе гиба. Шведские стали мы и не прокатывали, и не очищали. Если поставщик, значит, поставлял листы уже, а, очищенные, то есть они были достаточно чистые, б, они были упакованные, то есть они сверху содержали пленку, достаточно крепкую упаковку, бруски лежали с периодичностью там 700 миллиметров. То есть лист приезжал, и он сразу уходил в работу. То с российским материалом, мы говорим о всех комбинатах, значит, плюс-минус качество одно и то же, все листы уходят в правку, все листы уходят в дробиочистность. Анатолий, а бывает такое, что на гибке все нормально с полустрелами? То есть вы сейчас из двух половинок, получается, варите, да? Да, да. А после сварки ведет? Есть. Вот завершающий этап работы с листом, это уже готовая металлоконструкция. Значит, одни детали, полукороб попали на участок сборки стрел. Здесь мы сначала первая операция, собираем в длину полукороб. Далее есть операция, когда две половинки собираются в трубу. Стендовые оснастки. Конфигурация стрелы обеспечивается жесткостью самого стенда. То есть мы когда собираем, мы зажимаем. Зажимаем конструкцию в момент сборки. Значит, когда ребята ее собрали, начинают разбирать стенд, есть вот эти возвратные усилия, тогда она начинает снова шевелиться. То есть это все мы говорим про остаточное усилие деформации, то есть которое пришло еще с листа. То есть на сегодняшний момент они сейчас собрали нижний полукороб, они сейчас соберут верхний полукороб, когда объединят в момент именно раскрытия стенда, получается, она начинает все равно дышать. То есть мы до конца все равно не можем убрать все внутренние напряжения с листа. Вот примерно так и выглядит наш процесс с российским листом. Если бы вся сталь была плохая, да, с дефектами, было бы понятно, что да, ну не можем где-то, наверное, еще не готовы. Но если получается, что партии бывают, что не к чему придраться, а партии бывают плохие, да, то есть, наверное, проблема где-то в какой-то, ну, я не знаю, в нарушении технологии. Да, 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 это просто нестабильность технологии. Я, наверное, подытожил, да, то есть я думаю, что разумным будет все-таки, если наши металлурги прислушиваются к машиностроителям, поскольку мы все равно, может быть, сейчас живем не в таком свободном рынке, какой был раньше, да, но, по крайней мере, как мы слышим, азиатские производители металла на наш рынок выход имеют. Имеют. И просто наши машиностроители в такой ситуации будут вынуждены все больше и больше переходить на азиатские стали. Ну, то есть нам от этого не лучше, россиянам. И производителям тоже, ну, сталь, я имею в виду, не лучше. Вот. Спасибо. Я надеюсь, что совместными усилиями проблема будет решена. И все будут работать на благо Отечества. Да. Мы переместились на Уральский завод подъемных механизмов в городе Миас, который производит краноманипуляторные установки. Это Евгений, главный технолог завода. Ну, в частности, вот у нас идет повышенный расход расходных материалов. Наблюдается коробление металла в процессе резки. Наблюдается непостоянство гибов при одних и тех же настройках гибочного оборудования. Не удается обеспечить постоянство угла гиба. Стойкость расходных материалов снижается. Идет повышенное разбрызгивание металла при прожиге. Часто выходят из строя защитные стекла. Наблюдается коробление металла. То есть детали при резке поднимаются очень высоко. Задевают зарезак. При переработке стали импортного производства, конечно, они ведут себя предсказуемо. То есть процесс, он более стабилен. Вот эта проблема, которая наблюдается, она каких производителей наших отечественных больше затрагивает? Ну, больше, конечно, ММК. По север стали были нарекания, чуть меньше. Мы говорим про высокопрочку с пределом текучестью. Семьсотников баскалей. Бывают моменты, когда партия отрезается, все отлично, и проходит гибко, и все. А бывает партия прям... То есть от партии к партии, да, скажем так? Проскакивают моменты, когда не возникает проблем. Но это вот, я говорю, это вот момент. А в основном с переработкой наших сталей зачастую проблемы. Китайскую сталь мы попробовали всего один раз. Проблем с нею на всех переделах не было. То есть сварка, резко сварка, проблем не было. Ну, вообще надежда у нас все-таки, что наши производители металла освоят технологию изготовления высокопрочных сталей. Ну, и мы как покупали, так и будем покупать эти стали. Потому что, если мы не будем покупать стали высокопрочные, то, соответственно, производитель, наверное, и не будет их производить. Диалог, конечно, с производителем мы поддерживаем. Осенью были представители с ММК. Были представители с Северстали, ребята. То есть они все эти проблемы знают, понимают. И причины нам уже свои поговорили. Я думаю, в ближайшее время производители решат эту проблему. И мы перестанем обращаться к импортным. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА